Всем привет любители украинского футбола. В нашем футболе, как всегда, есть о чем и о ком поговорить. Поэтому в этом видео я расскажу о вчерашнем украинском Аликлассику, интересе топ-клуба АПЛ к игроку Динамо, интересном варианте Шевченко и многое другое. Друзья, а перед началом видео я хочу напомнить, что у меня также есть телеграм-канал, в котором я публикую новости, которые не попадают в ролики на ютуб. Поэтому предлагаю вам подписаться. Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии. Вчера состоялась украинская Эл Классико, где на табло были зафиксированы скучнейшие нули. Подопечные Луческу продолжили играть в классический для них футбол и добились того результата, который им нужен. Перед матчем в своем телеграм-канале я писал, что это очень важный матч для обеих команд и в случае победы любой из команд все могло кардинально измениться в турнирной таблице. Но случился третий вариант. Ничья в этом матче это тот вариант, при котором судьба чемпионства будет решаться не в личных встречах, а в матчах против других команд. И как показал прошлый чемпионат, да и нынешний тоже слегка повторяется, то Луческу знает намного больше, чем Дэдзербе. Поэтому я более чем уверен, что румынский наставник полностью доволен. А вот что сказал Мирча после игры. Была равная игра, у нас были моменты в первом тайме, соперник выглядел чуть свежее во втором. У Шахтера техничные быстрые игроки и они были чуть более отдохнувшие. У наших футболистов много игр за сборную и накапливается усталость. В суперкубке было больше ошибок. Не скажу, что их сегодня не было, но их было гораздо меньше. А вот Дэдзербе крайне недоволен игрой Динамо. Сегодня хотела играть только одна команда и она постоянно играла на чужой половине поля. Мы не выиграли, но я очень доволен, как мы сегодня сыграли. Я просто видел матч, где только Шахтер играл. Не знаю, что видели остальные. Мы создали много моментов, но не забили. Но Шахтер доминировал сегодня. А вот что касается Латины Траоре, который травмировался еще в матче с Интером, то, как сообщает Александр Денисов, он пропустит около года. А вот, как сообщает Профутбол Диджитал, ссылаясь на слова Сергея Палкина, то форвард из Буркина-Фасо пропустит 7 месяцев. Кстати, напишите в комментариях, понравилась ли вам игра вчерашнего украинского Эль Классико. Криворожский Кривбас, который недавно уволил с поста главного тренера Геннадия Приходько, назначил нового. Им стал Александр Бабич. Сообщается, что он подписал соглашение с Кривбасом до окончания сезона. Дальше все будет зависеть от того, выполнит ли Криворожская команда поставленную задачу на сезон. В случае повышения в классе клубное руководство и главный тренер снова сядут за стол переговоров. Также отмечу, что Кривбас мог возглавить Роман Григорчук, однако он решил отказаться. Как сообщает телеграм-канал Кривбас 2.0, Роману была предложена эта должность, но до обсуждения деталей даже не дошло. Так как он сказал, что в данный момент он не готов возглавить Кривбас, сказал, что он может вернуться к этому разговору в конце сезона, да и хочет, чтобы клуб сразу претендовал на Еврокубки. Сенегальский полузащитник Динамо Ю-19 Самбо Диало привлек своей игрой внимание Манчестер-Сити. 18-летний футболист забил ворота Бенфики и сделал дубль в матче против Баварии в рамках юношеской лиги чемпионов Уэфа. После такого старта свое внимание на него обратили боссы Манчестер-Сити. Об этом журналисту Сайко Сейду сообщили в Академии Дару Салам, из которой Диало перешел в стан киевского Динамо. Футболист также имеет за своими плечами 4 игры в составе сборной Сенегала различных возрастов, отличившись двумя мячами. Атакующий полузащитник Шахтера Дентиньо может сменить клубную прописку уже в это зимнее трансферное окно. Правда, покинет он клуб на правах свободного агента, поскольку его контракт с Донецким клубом истекает 31 декабря нынешнего года. Как сообщает издание Торс и Дорос, бразилец рассматривает варианты продолжения карьеры и последние несколько месяцев ведет переговоры с руководством каринтянца. Вполне возможно, что период выступления Дентини в Украине вскоре подойдет к своему завершению. Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может продолжить карьеру в чемпионате Шотландии. На 45-летнего украинского специалиста претендует Селтик, сообщает британское издание The Sun. Руководство клуба намерено заменить главного тренера Антепуст и Гоглу. Селтик занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата Шотландии, имея в активе 10 очков. Также Селтик стартовал с двух поражений в Лиге Европы. Конечно, вариант очень даже интересный для Андрея Шевченко, ведь поработать в чемпионате, за которым внимательность Лиги ТПЛ будет перспективна. Да и представьте эти заголовки, где Шевченко будет противостоять Джерарду, который возглавляет Рейнджерс. Однако, учитывая, что этот слуг запустило издание The Sun, то большая вероятность, что это утка. В первой лиге матч между Поддиле и Олимпиком завершился не просто скандалом, а настоящей дракой. Поединок близился к нулевой ничьей, однако арбитр матча компенсировал 5 минут ко второму тайму. Когда шла шестая добавленная минута, футболист Олимпика Максим Литовченко забил решающий гол. После финального свистка к суде побежали футболисты Поддиле, которые высказали претензии по поводу компенсированного времени и отмененного гола хмельницкой команды во втором тайме. Футболисты Олимпика пытались оградить судью от футболистов Поддиле, в результате чего возникла потасовка, переросшая в драку. Выяснения отношения продолжились и в подтрибунном помещении стадиона. В итоге футболисты Олимпика Иван Белый и Владислав Рыбак получили красные карточки уже после окончания матча. На этом пока все. Не забывайте оставлять свои комментарии, ставить лайки и подписываться на мой канал. До встречи в новом видео. До встречи в новом видео.